Пленэр не состоялся, но его участники ничуть об этом не пожалели. Для юных художников из Санкт-Петербурга, которые провели свои каникулы на Валааме, позировали обитатели монастырской фермы. Ребятам будет о чем рассказать своим одноклассникам и друзьям. Репортаж Олега Горновского. Осенний дождь стеной, серое небо и сырость повсюду. Но кто в такую погоду рисует природу под открытым небом? Казалось, надежды на пленэр растаяли, как утренний туман. Но только не на Валааме. На этом чудесном острове всегда найдется, что рисовать в любую погоду. Я здесь первый раз, и я сейчас рисую теленка. Нас учат делать зарисовки, наброски и различные виды живописи. Творческой площадкой для воспитанников Санкт-Петербургской студии «Время творить» на время осенних каникул стала монастырская ферма. Ее обитатели – коровы, бычки, телята и, конечно, коты – тоже обрадовались встрече. Никогда еще к ним в гости не приходило сразу столько художников. А чтобы натурщики во время сеанса не волновались, работники фермы угощали всех яблоками. Но особый восторг, и, судя по всему, взаимный, был во время визита начинающих художников к новым постояльцам фермы – енотам. Ребята долго не могли понять, почему еноты так безбоязненно лезут к ним в карманы. Оказалось, они уже привыкли, что гости всегда приносят с собой кусочки сыра. Послушник Константин, который ухаживает за животными, принес сыр, и общение тут же наладилось. Он целоваться вот лезет. Очень требует себе отношения, дружбы. Ну, кушают они, конечно, это неаккуратно. Они все с тарелки вытаскивают. И получается, что самые здесь у нас насельники неаккуратные в пище. Впрочем, монахи не теряют надежды приручить енотов к порядку. Они ведь поселились здесь всего несколько месяцев назад. Зато доставляют немало радости всем работникам и гостям фермы. Олег Горновский, Максим Губский, Илья Рычков. Вести, Карелия, остров Влаам.